привет ребятушки привет привет у нас сегодня вот такой вкусный мукбанк у меня сегодня салатик витаминный у меня сегодня супчик куриный с лапшичкой и немножко вырезочки говяжий и соответственно шашлык не поджаренный потому что не стала зажаривать чтобы не был сухой но он такой знаете влажненький видно вам нет наверно ни хера вам не видно так так хотела так хотела супчик и вам передать не могу как я хотела супчика ой мамочки ой все таки жить без супа это а красота и и Ой, супчик это вещь Ой Что? Не нафиг Я даже не уверена, хотела ли я шашлыка так, как хотела супа Короче Сегодня мне приснился запах книг Вы помните запах вот листов книжных? Вы знаете, у меня мама всю жизнь мечтала иметь библиотеку Что это для нее было? Признак Богатства Что ты, Лесточка, не ешь? Скажешь, что я тебе не дам Может? Да, только вилочку подайте Зачем мне вилочка в супчик пушит? В смысле, не залился на мой супчик? Нет Сейчас, подожди, секунду я Я должна это обдумать Так, последний раз Это просто Вы посмотрите, какой он красивый Да, с одной тарелки Да Вот Ну и короче Все время мама собирала книги Я приходила к своему другу Кирюше У него мама в таком немножко блатном месте работала И у них книги были везде Ну, новые, выписанные В стенки В больших картонных коробках сложены Я очень им завидовала И мне казалось, когда у меня будет свой дом У меня будет стена книг И для меня это как-то не казалось чем-то таким, знаете Ну, символом богатства Я не знаю, почему Но вот мне хотелось именно стену книг Я раньше сидела и думала А какие бы я книги покупала к себе домой Себе на стену Какие бы я хотела, чтобы мои дети читали, да? И в итоге, какие у нас библиотеки? Я вас умоляю Старье, которое досталось там от соседки Которое от мамы там что-нибудь досталось Когда я приехала в Сибирь, я в шоке была Мы пошли там к одному мальчику в гости 90-е года Ну, я понимаю, как бы, что проблемы со всем на свете Господи, не нам не писать про покраску Ребята, все знаю Приеду, подстригусь, покрашусь 27-го числа мы будем дома Решили поработать Немножко подольше Вот И мы пришли к этому мальчику Зимой А он лесковым топит печку И у него много, видать, как бы, много томов И он этими томами топит печь Как у вас дома относились к книгам? Я не знаю, меня бы мама, наверное, зарезала бы В общем, мальчика, леди Магбит, не впечатлила Меценского уезда И вот сегодня я проснулась Вот этот запах настоящей книги Как мне всегда нравилось, как в библиотеке пахнет Вот Не знаю Вы мне скажите Вот у вас дома собирали родители Дедушка с бабушкой книги? Не, я понимаю, что Когда был выбор поменять там какой-нибудь Какую-нибудь макулатуру на На книги Конечно, это было здорово В 92-м пошли кооперативщики Которые стали торговать Свежими печатными книгами И я уже там начала покупать и фантастику И дюма Да, там вот такие вот вещи Почему мне Я вот все время удивляюсь Леша, я не знаю, откуда мне в голове взялось Что я видела Что продавали книгу Сын графа Монте-Кристо Я ее пыталась везде купить Я искала Ну нету этой книги Я не знаю, откуда у меня это в башке взялось Но я все время хотела купить вот это вот продолжение Сын графа Монте-Кристо По-моему, есть продолжение Но насколько я читала Вроде как оно было записано Но не опубликовано при жизни дюма Это как, знаешь, как Скарлетт и унесенный ветром Так, подожди Дюма, который старший или младший Старший Старший Ну А может быть как раз Графа Монте-Кристо написал старший дюма Да, а может быть как раз младший дюма написал продолжение Я не знаю, младший или нет Но это другой человек То есть в любом случае Книга другая должна быть Это как унесенные ветром Вот кажется, написал же один человек Неправильно Ну, так скажем Наброски На книгу Скарлетт Наброски были И унесенные ветром Одного и того же автора Но так как писал все-таки Другой Вообще книга другая Неприятно Я ее даже читать не смогла До конца не дочитала даже Вот читаешь и понимаешь Что автор не любит свою героиню Что у нее миллион Если ты в первой читаешь и понимаешь Что у нее миллион недостатков Она эгоистка Она сволочь Она продажная Она может убить Еще что И при этом он ее любит Это как сразу вспоминаешь Войну и мир Толстого с Наташей Некрасивая Непутевая Там еще что Но при этом он ее любит Ты чувствуешь это Вот как ребенка своего непутевого Да, недостатков много Но вот прям чувствуется Что вот Как ты Алису приходил ругать Ты орешь, а глаза улыбаются Вот примерно так И Скарлетт Унесенные ветром Ты читаешь и понимаешь Что автор просто торчит Со всех ее недостатков А продолжение читаешь Скарлетт И понимаешь Что автор Автор не любит свою героиню Вот то же самое Если бы была книга Сына Сын графа Монте-Кристо Написанная другим человеком Я думаю Это в любом случае Леша Влажные салфетки Нужно достать А вот В любом случае Это было бы Я думаю Другого качества Может быть Ну лучше не знаю Ну то есть Другого качества Книга была бы Из чего она взяла Почему мне в голову пришло Что она есть Я не знаю Кто-нибудь знает Есть книга Сын графа Монте-Кристо Помогите Помогите И вот я покупала И Гарри Гарриса На все книги И ну очень много книг У этих кооперативщиков Покупала Слава богу С их появлением Была возможность Книги-то были Не дешевые Но была возможность Читать Ну интересные книги Вот Леша Допустим Читает В телефоне Эти все книжки Да Аудио Как они называются Какую ты книжку читаешь Но это не напечатанная Какая Ну а я слушаю аудио А ты Сейчас Погоди Да блин Ну как Не знаю Ну короче В телефоне читает Я вот не могу В телефоне Ну в цифровом формате Я не могу В телефоне читать Просто не могу Ни в движении Ни без движения Мне тяжело Я воспринимаю Или читаю Ну бумажную литературу Или аудио Ну аудио уже себя просто приучило И почему мне в голове Почему я вот сейчас думаю Интересно У меня уже У меня есть свой дом У меня был свой дом Почему никогда в голове Не было Все-таки поставить Эту стену из книг Ведь я когда-то О ней мечтала Мечтала И вот этот вот Приятный запах Бумажной книги Как вспомню Как мама нас всегда Не смеет зажимать Загибать углы Не смеет мочить палец Она следила за тем Чтобы книги Не дай бог Кто-нибудь Не нарисует Еще у нас вообще бы Наверное Это Гильотина была бы Но вот это вот Когда ты зажимаешь уголок Чтобы запомнить Где ты закончил читать Еще что-то Ой Мама сразу бы расстреляла Странно К чему мне все это пристать Да А вы покупали эти книги За макулатуру Вы собирали книги Мне кажется Это была болезнь Очень многих советских людей В смысле Хорошая болезнь Слюнить пальцы А Слюнить пальцы Слюнить пальцы И жечь В печах лескова Это немножко Ну слава богу Не у всех было Хорошлык мягкий-мягкий Вот начинаю сильно зажаривать Все равно получается суховатый Сейчас мы в Луизиане На разгрузке Сейчас папа повезет меня мыться А как Привезет душевой Стукнет меня Возьмет за ноги Стукнет об угол Вся грязь отвалится Да, Лешенька? Ну там походу Какое-то болотце есть Да? Да Что? Все, пока-пока, дорогие мои Пока-пока Напишите мне Мне кажется Эта тема Всплывала регулярно В каждой семье Книги